Приветствую на канале Черепахи.ру. В этом выпуске вы узнаете, каких животных можно поселить в один аквариум или террариум к черепахам. Мы не будем рассматривать случаи подселения черепахи к черепахе, а рассмотрим именно другие виды животных. В большинстве зоопарков мира черепахи содержатся отдельно других животных и не просто так. Более слабые животные могут стать им едой, а более сильные попытаться полакомиться черепахой. Мне встречались огромные вольеры, где жили черепахи вместе с мелкими копытными птицами. Такое соседство довольно безопасно, но позволить такие площади могут себе только зоопарки. Черепах можно попробовать содержать не очень крупными травоядными ящерицами, например, игуанами и шпохвостами. Конечно, объем террариума должен быть такой, чтобы животным не было тесно. Животные должны быть соразмерны, как, например, взрослая лучистая черепаха и зеленый игуана. Они должны быть из одного биотопа и иметь в террариуме разные места обогрева и кормления. Встречалось соседство черепах с кроликами, морскими свинками, но мне такое соседство внушает опасения. Кстати, среднеазиатские черепахи любят все и всех пробовать на вкус, так что могут обидеть сидящих с ними животных даже спустя недели или месяца их совместного проживания. В интернете ходят видео, как среднеазиатская черепаха преследует кошку и собаку, кусая их за лап и за хвост. Встречалось соседство водных черепах с крокодилами, но это всегда риск, что крокодил однажды захочет полакомить с черепахой. А агрессивная черепаха, например, каймановая, может и вовсе сама напасть на крокодила. Так что лично я бы не рекомендовала так делать. А вот соседство водных черепах с рыбами – это довольно хороший вариант. Маленькие черепашки обычно не опасны для различных видов рыбок, а взрослые зачастую воспринимают мелкую рыбу как пищу. Так что поголовье рыбок будет постепенно сокращаться. Неагрессивных черепах можно посадить вместе с крупными или агрессивными рыбами, такими как американские цихлиды, крупные барбусы, кои, карпы, самы. Лучше всего делать это в больших прудах или бассейнах. В аквариуме к черепахам можно подстелить рыбы губи, неонов, барбусов и другие виды шустрых рыбок с простым содержанием. Такие соседи будут и аквариум украшать, и рацион разнообразить. Интересно, что некоторые виды черепах не ловят живых рыбок, но зато подъедают падаль, что тоже очень удобно. Бывало, что черепахи обгрызали крупным медлительным рыбкам плавники и хвосты. А вот содержать черепах с лягушками, жабами, креветками, тритонами, саламандрами и улитками не рекомендуется, так как эти животные довольно медленные и могут стать добычей наших черепашек. Аналогичные водные растения в аквариуме будут рано или поздно съедены или разорваны. Итак, подводим итоги. Поселять к черепахам можно либо тех животных, кого вам не жалко в качестве еды, улиток, рыбок, либо тех, кто не агрессивен и может сам на себе постоять и редко спускается в воду или на землю. Надо понимать, что часто разные виды животных на одной территории стрессуют и могут отказываться от еды, поэтому лучше не рисковать, а купить еще один террариум для второго питомца. С вами был канал Черепахи.ру. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео, а также на наши аккаунты в соцсетях. Там публикуются интересные новости и статьи про черепах. До новых встреч!